Ну что же, друзья, чем дальше в лес, тем сильнее плавит путинских пропагандистов. Иногда нам вообще кажется, что союз с талибами был заключен исключительно ради беспрерывных поставок тяжелой наркоты российским пропагандистам. Громадяне, слухайте сводки с Охон-Корбюро. Макола Тай-Тарасов. Девуйтесь. И все это мы говорим не из-за каких-то обид или желания оскорбить на пустом месте. Вовсе нет. Сейчас мы вам космического уровня креатив покажем, от которого заплакали даже распятые мальчики в трусиках. Так, Стопенгаген, вы нас, милейшее, конечно, извините, но сразу хотелось бы уточнить по поводу локации. Куда же-то у вас украинский танк заехал? Потому как две красные тряпки над административным зданием как бы намекают, что дело происходит не в Украине. Вообще, по картинке складывается ощущение, что дело происходит в каком-нибудь сибирском Усть-Задрыщинске. Хотя, ладно, не будем отвлекаться, давайте смотреть дальше. Отойди, пацан. Ну, нифига себе! Да что вообще эти бендеровцы себе позволяют? Это ж теперь, поди, картинки с Пушкиным и Гоголем поломались. А за юных партизан ни лады, ни выплат мамки не будет. То есть сплошные убытки в дом от таких героев. Ну, а если говорить серьезно, то мы всегда выступали за то, чтобы Россия тратила побольше бюджетных денег на такой, прости господи, креатив. То есть, чем больше таких шедевров, тем лучше. Ведь пропагандисты ж подобной шляпой на что рассчитывают. Но очевидно, что украинцы посмотрят, пустят слезу и начнут ВСУ ненавидеть. Тем более, если верить Витязеву и компании, украинцы сейчас все по подвалам прячутся. И освободителей ждут. Они убыли в подполье. Как писал партизан Григоренко, в подполье можно встретить только крыс. Да, сейчас будут вытаскивать из бабушкиного подвала, понимаешь, из дедушкиного схрона и так далее, и так далее. Но все все равно продолжают делать вид, что, наверное, само рассосется. Кто-то там втайне уже, я же читаю все эти хуторские телеграм-каналы, там же есть чаты. Когда уже русские, говорит, нас придут, освободят внезапно. Ну же, признавайтесь, друзья, ждете? Но не будет же врать глава клуба «Транссексуалы Новороссии». Я же читаю все эти хуторские телеграм-каналы, там же есть чаты. Когда уже русские, говорит, нас придут, освободят внезапно. Кстати, мы не сильно удивимся, если этот Юра, ой, извините, Юля, и пишет сценарии таких феерических роликов. Они же там себе под тяжелой наркотой придумали, что прямо сейчас в Киеве, Львове, Одессе и Харькове и далее по списку противостояние украинцев с малоросами идет. Гражданская война русского народа за свою свободу. Да, за русского народа, великороса, который освобождает родного брата малороса от болезни украинства. Якобы коварные украинцы, только вот сейчас чур громко не ржать, малоросов поработили и оккупировали. Там в заложниках находятся наши русские братья. Один наш с вами народ, русские люди, малоросы, исторические малоросы. А воюем мы с украинцами, которые захватили наших братьев-малоросов, захватили их ментально, информационно, в прямом смысле физически захватили в качестве заложников. А Россиюшка сейчас распятыми мальчиками тонкую малоросскую душу зацепит, и малоросы в пророссийское подстолье, о, извините, подполье толпами побегут. А есть сценарии, с помощью которых мы можем это сделать. Как? Описывают три сценария. Первое, создание народно-освободительного движения Киевской Руси, в которое пойдут, они по разными путями, украинцы будут приезжать. Почему? Потому что одно дело российская армия, а другое дело, когда они будут формировать свою систему. Тему подполья, кстати, за поребриком качают очень активно. А заманивают людей не только убойным креативом, но и сладкими должностями. Падение киевского режима неминуемо. Все ключевые места в органах власти Украины будут отданы тем, кто с нами сотрудничает. Если ты планируешь будущее в Украине, хочешь защитить свой бизнес или получить достойную должность, то пиши уже сейчас. Только вот что-то нам подсказывает, что все подобные финты ушами закончатся для России в целом и для Гибни, в частности, грандиозным провалом. Ведь, во-первых, идеологическую войну Россия уже проиграла. И вот этот вот контент про мальчика и танк... Отойди, пацан. ...скорее подарит украинцам сотни смешных мемов, чем хотя бы одного желающего идти в подполье. Да и давайте говорить прямо, после незавидной судьбы нынешних предателей и коллаборантов надо быть мазохистом, чтобы хотеть работать на Россию. Контроль над людьми нужен, пишет Монтян, готовится перехват. Слышь ты, матом моего президента посылавшая, что ты в моей стране делаешь? Кто тебя сюда привез, в каком ты статусе? Это, кстати, характерный пример. Всем известный Соловьев на всю Ивановскую поливает грязью беглых строителей русского мира. Регулярно достается Монтян, Цареву, Грубнику, Пафнутию Губареву, да, короче, всем. За какую ты родину? За СССР? Мы ее потеряли. За Россию ты к России вообще никакого отношения не имеешь. Ты сюда приехал, просрав свою страну. Заигрались, сволота криптобандеровская? А кто вы такие? Вот эти все Стрелковы Гиркины, вот эти Губаревы, Подоляки, вот эти все Монтяны. Кто вы такие? Вам нужно еще 20 лет вымаливать прощение, как у Донбасса, на котором вы поколобродили в 14-15 году, так и у всех нас. А ведь и Монтяны, Царев и Губарев в свое время были суперзвездами кремлевской пропаганды. Количество эфиров с ними зашкаливало. Можно я подойду и пошлю в нокаут эту мразь? Татьяна Николаевна, ну послушайте, давайте помиримся. Но, как известно, предателей не любят нигде, а потому как только медийные коллаборанты стали не нужны и их мигом отправили в Кукаречную. Вот мне пишут, когда эту Монтян выгонят из России, мы все сделаем, чтобы она здесь или сапоги всем чистила своей юбкой, или она свалила туда, откуда она выползла. Это очень показательно, но Монтян, которая рвала все скрепные места за русский мир... Украина, на ваш взгляд, она останется, как Украина. У нас люди почему-то очень сильно путают страну, Украину, сквозь государственным марионеточным образованием, которое я называю Столарей, и которое умышленно создали именно для того, чтобы оно разбилось и убилось об России. В итоге даже паспорт не дали. И таких примеров сотни. Иногда кажется, что россияне сознательно унижают поверивших им дурачков. Посмотрите, во что превратился убежавший в Россию одесский авторитет по фамилии Марков. Чудак в начале 2000-х себя чуть ли не хозяином Южной Пальмира ощущал. А теперь это жалкая шестерка, на которую срывается даже чепуха калибра Соловьева. А столицей сделаем Одессу, да? Да. Которую мы сохраним. Нет, мы Одессу, конечно, не сохраним. Простите. Мы ее потом заново отстроим. Так будет гораздо проще. То есть Соловьев в лицо говорит, что снесут нафиг Одессу. Ту самую Одессу, где у Маркова остались дальние родственники и друзья. А чудак стоит и в ответ сопли жует. Боится перечить господину. Потому что в России они даже не второе, они третий сорт. Тупо болванчики, чья работа унижаться и поддакивать. Нравится кому-то, это не нравится. У нас нет другого варианта. И по-другому не будет. Никогда не было, нет и не будет никакой Одессы. А была, если будет Одесса. Оперный театр надо сохранить. Вот почему беглые коллаборанты зачастую жестят по отношению к Украине и украинцам даже сильнее россиян. Им постоянно приходится доказывать лояльность, прости господи, великоросам. Мол, ребятки, ребятки, смотрите, я свой. Вон как я страну, где вырос с дурно пахнущей субстанцией, смешиваю. Есть ржавчина в виде мнимой украинской государственности и украинского политикума. Ржавчину нужно просто все зачистить, приварить к Российской Федерации. Вот тогда будет порядок. Но вот поверьте, была бы возможность и какая-то амнистия, две трети этих черноротых карасиков обратно в Украину убежали и на Майдане на коленях прощения просили. Но ничего подобного для предателей нет и не будет. Уж больно страшную цену заплатила Украина. Поэтому коллаборантам приходится на камеру грозно трясти кулачками. Когда Киев вновь станет русским, если вы окажетесь на территории освобожденной русской земли, я обязательно вспомню все, что вы делали. И постараюсь сделать все возможное, чтобы мои коллеги, просто русские люди, обратили на вас очень пристальное внимание. Спрятаться не получится ни у кого. А вечерами плакать в подушку на съемной квартире в каких-нибудь химках. Правда, здесь мы сразу оговоримся, что предателю не обязательно жить в России, чтобы о него Путин грязные калоши вытирал. Возьмите деятелей из Ордло. Вы думаете, они сейчас счастливы? Не-не-не, условный Пушилин, который проделал путь от мелкого мошенника. Доброго всем дня. Меня зовут Денис Пушилин. Очередное получение помощи в количестве 8,5 тысяч гривен. Вот они, пожалуйста. До смотрящего по Донецку, безусловно, рад и доволен. На таких историй одна на тысячу. А куда чаще звездные предатели заезжают не в большие кабинеты, а на кладбище. Свежий бюст Сани Захарченко в Донецке не даст соврать. В центре Донецка устанавливается бюст первому главе ДНР Александру Владимировичу Захарченко. Монумент – это дань памяти тому, что Александр Владимирович сделал для жителей Донбасса. Умноженный на ноли коллеги сельдмаршала того времени, первый помощник Ташкент Тимофеев из «Героя нашего времени». В новом выпуске программы «Герои нашего времени» мы поговорим об Александре Тимофееве, министре доходов и сборов ДНР. Превратился в обычного российского зэка. Экс-министр ДНР Ташкент осужден на три года за аферу на 5 миллионов долларов. Причем, в отличие от серийных убийц, сатанистов и педофилов, Гебняево на фронт не отпускает. Еще не хватало, чтобы в плен попал и военные тайны выдал. Ташкент с момента задержания и на протяжении всего следствия просил сотрудников ГСУ СКР выпустить его на свободу, чтобы он мог принять участие в защите Донбасса. Однако просьбы были отклонены. Собственно, по этой же причине после покушения вдруг исчез и серый кардинал Лыныры с фамилией Корнет, а его злейший враг и одновременно главный эксперт по огузкам Платва… Вам сказать себе стоимость? Куда деваются все патрошка, куда деваются огузки? В лучшем случае готовят мороженое в каком-нибудь Адлере. Дерется пол-литра молока, банка сгущенки, ну и если там по желанию одно или два яйца, вот вам мороженое. Ну и, наконец, наш самый любимый пример на тему предателей подполья – кремлевские кураторы настолько бессердечные подонки, что умудрились кинуть даже всеми любимого Басю. Здравствуйте. Эдуард, если кто забыл, не постеснялся в 2014-2015 году озвучивать самые безумные кремлевские темники. Чего стоят только москвичи с лазерным наведением. Приступили к выполнению специального заказа по установке оборудования лазерного наведения на автомобиле 70-х и 70-х годов. И микроволновки на вышках Покровска. На телевышках населенного года Краснодара есть. Планируется установка оборудования с излучением СВ Ченбол. Бася явно верил, что за такую работу Россия его щедро отблагодарит. И должностью, и годовым запасом мухоморов. Но с началом так называемой спецоперации количество понаехавших россиян в Донецке резко увеличилось. И верного Басю попросили на выход. Чтобы не помереть с голоду, Эдуард на старости лет вынужден был стать блогером. Статус. На данный момент я в запасе. И решил заняться, как это, по-новому блогерству, наверное, да? Веду телеграм-канал. Вот только былого задора уже нет. А свежие очешуительные истории вызывают не смех, а зевоту. Подписать мирный план, при котором мы станем никем. Вот к этому они стремятся. Нужно показать свою силу и противника принудить, или принудить, правильно, подписание немирного договора. Капитуляцию. К чему мы это все? Да к тому, что всегда разумно учиться на чужих ошибках. И если кто-то, испугавшись мобилизации или по каким-то другим причинам, придумал себе, что в России он будет, как у боженьки, с запазухой, то пусть сразу расслабится. Губарев, Басурин, Корнет, Монтян и Ижи с ними тоже думали, что их случай-то будет особенным. Но разными путями каждый из них дошел кто к разбитому корыту, а кто к венкам на кладбище. «Поноворосили и бросили» – простая фраза, которой, тем не менее, до сих пор можно описать жизнь тысяч поверивших в Россию предателей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok